Дорогие зрители, доброе утро! Сейчас я надену маску, потому что даже в собственной машине я должна находиться в маске. А может быть и не должна, это на самом деле не важно. Если ты не хочешь, чтобы тебя остановила полиция, если ты не хочешь потерять какие-нибудь 10 минут на осмотр твоей машины и документов на машину, то лучше масочку надеть даже в собственной машине. В общем-то, вот такие реальности у нас здесь и сейчас. Сейчас я поеду по делам, собираюсь записать влог, но на самом деле сегодня я хочу записать видео, необычное для меня. Меня очень много спрашивают про прививки, детские прививки. И в общем-то я расскажу то, как я сейчас вижу ситуацию, как человек, который здесь живет, как человек, который задумывается о будущем своем, о своих детей, в том числе здесь возможно, уже на самом деле возможно в Италии. Потому что на самом деле то, что происходит, меня шокирует. Я никогда не думала, что я стану свидетелем того, чем являюсь. Не обо всем я могу рассказать, не все я могу озвучить, но помимо меня есть достаточно блогеров, которые также проживают в Италии, которые освещают ситуацию. И да, сегодня я расскажу вам о прививках. Надеюсь, что к этому влогу я, что называется, подсоберусь, потому что не хочется мне записывать подобные видео. Я думаю, что на моем канале вообще существуют зрители, которые так же, как и я, очень позитивно стараются на самом деле во всем видеть хотя бы что-то хорошее. Ну и соответственно, вот как-то так на самом деле. И да, сейчас я надену маску, пристегнусь, немного стритстайла моего собственного производства вам в ленту, что называется, мода во времена карантина. Могу сказать, что скоро я совершенно точно поняла, я изменю прическу, потому что носить маску с распущенными волосами крайне неудобно. Скорее всего, низкий пучок, который я в свое время на заре канала продвигала, станет моей повседневной прической. Пробор, пробор прямой, низкий-низкий пучок, волосы, которые закрывают уши. Это на самом деле причесочка, которой, я думаю, которой, на самом деле, мне кажется, придется очень многим из нас привыкнуть, потому что это удобно, и это действительно позволяет, ну, хоть как-то более-менее адекватно выглядеть в маске, потому что когда ты в маске, у тебя еще волосы вот так нависают. Это действительно выглядит очень странно. Ну что ж, поехали. Сегодня у нас рынок, и очень много машин, очень много людей, которые пришли на рынок. Кто-то пришел даже с детьми. Я думаю, что уже очень многие поняли, что это наша реальность, что нужно хоть как-то жить в этих условиях. Я сейчас покажу вам чуть-чуть город, и когда приеду до места назначения, расскажу вам, возможно, что-то более интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие зрители, как я уже сказала в одном из своих видео, я очень горжусь тем, что я, в общем-то, ни разу не паникер. Но я человек, который сенсибельный, то есть, который чувствительный, чувствующий. На самом деле я выехала, мне пришлось припарковаться, я расплакалась, потому что это на самом деле та реальность, в которой мы сейчас находимся. Я не хочу в нее верить, и я не могу в нее поверить. Я отказываюсь думать, что вот так нам придется жить в ближайшее время. А, в общем-то, нас настраивают на то, что в октябре будет вторая волна. Если раньше я, на самом деле, относилась вот к тому, что нам вбрасывается в СМИ как к некой действительно информации, которая просто является информацией, поможет нам судить о ситуации, то теперь я вот совершенно точно уверена, что определенная информация имеет место в СМИ, в печатных изданиях, на самых разных носителях исключительно для того, чтобы мы были готовы, чтобы, в общем-то, мы, да, мы послушно приняли то, что грядет в ближайшее время. И я думаю, что да, в октябре нас ждет, начиная с октября, очень и очень непростая ситуация. Сейчас я уже не думаю, что жизнь вернется на круги своя, как я раньше наивно, на мой взгляд, предполагала. Я разместила камеру таким образом. На самом деле, вы знаете, я очень часто снимаю дорогу, чтобы показать вам город, чтобы показать вам людей, в особенности в карантин. Я показывала, что улицы, в общем-то, пустые, и что жизнь достаточно спокойна, не было особо патрулей на улицах города. И я так развернула камеру не очень удачно, что я не смогла показать вам огромную очередь. Вот кто помнит очереди в мавзолее, разделите на два, представьте себе, что сейчас такие очереди, они на рынок, на самый обычный рынок. А сейчас я подъехала к биосупермаркету, мне чай нужно было купить. Многие вещи мне нужно было купить по мелочам, что называется, что увижу, подумаю, то, скорее всего, и брошу в корзину. Но чай совершенно точно, также еще ряд каких-то продуктов. И что вы думаете, я приезжаю здесь 10 человек очереди. 10 человек очереди в реалиях сегодняшнего времени это полчаса как минимум. А на рынок, повторюсь, стоял, я даже не смогла посчитать количество людей. Очередь начиналась, очередь начиналась прямо-таки от парковки. Кто живет в Аббоне, я думаю, в Монте-Гроте прекрасно представляет, где я снимаю. Так вот очередь от парковки. Да, все стоят через один метр друг от друга, все в масках и все, в общем-то, все, в общем-то, стоят. Вот такие реалии жизни нашей и вот как-то так. Возможно, сейчас очень многие мне скажут и напишут, Яна, ты живешь в прекрасной стране, у тебя красивый вид за окном, у вас прекрасная погода, вы можете есть продукты, которые не можем есть. Допустим, мы здесь, проживая в территории, где меньше солнца, где меньше тепла. Я, вы знаете, действительно со всем этим соглашусь, но по большому счету, суть вот всех этих влогов, суть всех этих влогов, ну, помимо того, что это моя работа, это мой заработок, я никогда это не скрываю. Суть показать своим зрителям, к чему стоит готовиться. Вот на самом деле сейчас каждая страна из этой ситуации, которая создалась, она выжмет по максимуму, то есть она решит все свои проблемы, которые имели место до карантина, до всей этой всемирной, на самом деле, пандемии. Сейчас выжмет по максимуму каждая страна и решит все свои внутренние проблемы, потому что коронавирус очень хорошо отвлекает внимание жителей и граждан страны от каких-то других насущных проблем. У нас было две основные проблемы. Это эмиграция, о которой на самом деле мало кто в мире знал, о том, как патрулируются воды, о том, что есть спасательные патрули, есть патрули, которые просто, что называется, охраняют границы, как люди из Африки переплывают на переполненных надувных лодках. Об этом на самом деле мало кто знает, потому что эта проблема мало освещается, потому что она, в общем-то, в мире никого, кроме Италии и Евросоюза, не волнует. Италию она волнует очень сильно, потому что Италия, по большому счету, граничит непосредственно своими водами и решает все эти проблемы. И вот, в общем-то, это была у нас одна из основных проблем. Ну и вторая проблема – это постоянно какой-то долг перед Евросоюзом и постоянное желание какой-то помощи, субсидии от Евросоюза. Ну и по большому счету, вот теперь, наверное, пока эти проблемы не решатся, я думаю, в масштабности этих проблем никто не может сомневаться, и также никто не может сомневаться в том, что они решатся очень-очень нескоро. У меня такое ощущение, что пока вот как-то что-то не подвинется, никаких подвижек не будет, мы, в общем-то, будем ходить действительно в масках, а гайки будут затягиваться все плотнее и плотнее вокруг жизни граждан совершенно обычных людей. не успела заснять полупустой автобус. На самом деле, это очень похоже на какой-то абсурд. Полупустые автобусы, которые непонятно, какими деньгами финансируются. Вот рядом со мной человек метет улицу. Это прекрасно, что город поддерживается в своей чистоте и красоте, но мне очень хочется понимать, почему деньги уходят вот сюда, а не на помощь конкретным семьям, конкретным людям, которые оказались без работы. Я, на самом деле, посмотрела видео. На самом деле, подобных видео, я думаю, будет очень много в ближайшее время. Возможно, подобные видео уже выкладывались. Это видео итальянца, который описывает ситуацию. Я не поняла, в каком городе. Это видео сейчас можно посмотреть на Фейсбуке. И ссылку на это видео дала Екатерина Синицына под одним из своих последних роликов. И вы меня часто спрашиваете, дорогие зрители, как итальянцы реагируют. Вот так тоже реагируют. И сейчас, на самом деле, сейчас, на самом деле, очень у многих, что называется, прошутто падает с глаз. Я говорила, что у нас есть выражение носить розовые очки, а у итальянцев есть выражение смотреть на мир через прошутто. Прошутто тоже розовое, а прошутто – это не что иное, как ветчина. И вот такая реакция. В двух словах опишу вам, если вы это видео не видели, а если вы посмотрите, возможно, вы не поймете, не говорите на итальянском, не поймете, в чем суть. Человек, такой же, как и я, как и вы, явился свидетелем ситуации, когда открыли мороженицу, джилотерию, туда выстроилась очередь, так же, как выстраивается очередь сейчас, допустим, на рынок. И приехали представители порядка, о чем-то говорили с непосредственно пропьетарио, то есть собственником этой джилотерии. Они потом уехали, казалось бы, ситуация, в общем-то, разрешилась. Потом подъехал другой патруль, и вот человек, который эту ситуацию описывает, видео, которое выложил, он, соответственно, приблизился, чтобы послушать, о чем идет речь, и непосредственно явился участником, скажем так, конфликтной этой ситуации, потому что в джилле сказали, что уважаемый, уважаемый владелец мороженицы, ваша продажа мороженого, она провоцирует то, что люди выходят, покупают мороженое, и садятся, и едят его на площади, на что совершенно логично собственник и производитель мороженого сказал, вы знаете, закон позволил мне открыть джилотерию, я ее открыла, то, что люди едят мороженое на улице, насколько я поняла, при этом, в общем-то, соблюдая социальную дистанцию, сейчас все соблюдают социальную дистанцию, так же, как в случае с маской на лицо, когда ты в собственной машине находишься, ты не хочешь себе лишних проблем, поэтому эту масочку ты, скорее всего, наденешь. Я вот уверена, что люди сидели на достаточном удалении друг от друга, но действительно закон позволил нам покупать мороженое, покупать пиццу на вынос, но, по всей видимости, мы должны все это есть дома, и, скорее всего, так оно и есть, так оно и прописано в законе, но мороженник совершенно точно и справедливо говорил, я закон не нарушаю, я открыл свою мороженицу, мне это позволено законом, и я это сделал. И, в общем-то, человек был возмущен тем, что сейчас огромная угроза штрафов вот за такие малейшие, даже не нарушения, какие-то гипотетические нарушения, либо какое-то провоцирование ситуации, которое на самом деле не должно быть, потому что действительно сейчас у нас запрещены сборы в группы, я даже не знаю, на самом деле, как на русском вам рассказать, потому что даже на итальянском для всего этого нет терминов, что такое сборы в группы, что такое, что такое, я на самом деле теряюсь в этих описаниях, хотя вы знаете, что у меня, в общем-то, я за словом в карман не полезу, ну и человек вот очень возмущен тем, что штрафы сейчас наверняка будут даваться на раз-два, а что вообще эти штрафы даются людям, действительно, которые два месяца не работают, и сейчас вот они, в частности, с этой джелатерией могут хоть что-то заработать, но тем не менее полиция приехала два раза и имела претензии к человеку, который, в общем-то, закон, да не в общем-то, он закон не нарушал, и вот такие настроения. Такое настроение у меня, я думаю, что вы тоже уже очень поняли, я на самом деле была очень позитивно настроена и терпеливо настроена, но после выступления Конты, я думаю, что многие в комментариях прочитали, как реагируют другие зрители мои, которые живут тоже в Италии, я была в таком же состоянии, как многие описали, я была в состоянии шока, я на самом деле передать вам не могу. Дать вот такую надежду, опять же, СМИ дало эту надежду, либо СМИ, плюс все-таки официальные представители власти, непонятно, это совершенно неважно, но мы никак не ожидали здесь, в Италии, что, в общем-то, из карантина мы не выйдем. До 18-го числа мы живем в тех же самых условиях, в которых мы жили до этого. Те, кто могут начать работать, да, они могут начать работать, вопрос остается открытым, а как быть с детьми, потому что если в семье работают два человека, они могут уйти на работу, а с детьми что делать? С детьми кто будет сидеть? Ну и, в общем-то, очень много вот таких вопросов, очень много таких несостыковок. Не говоря о том, что, повторюсь, хочу записать видео по поводу этих прививок, я вот на самом деле ощущаю, что основной целевой аудиторией всего того, что мы видим, являются прежде всего дети. Новое поколение, которое будет привычно к тому, что можно маски на раз-два на людей надеть, хотя, как опять же, кто-то говорит и пишет, эти маски являются ничем иным, как, что называется, провоцировать собственные бактерии, дышать ими, и там, где кто-то бы не заболел от своего же собственного стриптокока, который имеется в нормальной ситуации, у нас, на самом деле, улицу чистят. Это удивительно. Это удивительно, сколько техники у нас на улице. В сегодняшних условиях просто-таки архиважно тратить бюджеты на поддержание чистоты на улицах. Кстати, новость положительная заключается в том, что маски теперь у нас не должны стоить более чем 50 центов за одну маску. Соответственно, это очень хорошая поддержка семьям, потому что теперь и дети, как я говорила, с 6 лет и выше должны носить маску. А знаете, как эта новость была представлена в СМИ? Она была выпущена под заголовками «Дети от 0 до 6, дети до 6 лет не должны носить маски». То есть акцентировалось внимание на том, кто не должен носить маски. Это дети до 6 лет. И никак, в общем-то, не комментировалась ситуация, что как раз-таки с 6 и выше дети должны маски носить, всем этим дышать. В общем-то, то, что на самом деле у меня нет слов. Так вот, я говорила о том, что, в общем-то, по моим подозрениям, основное действующее лицо, а это как раз-таки наши дети, новое поколение, которое подрастает, которое, скорее всего, станет свидетелем совершенно иной жизни, других условий, которое будет готово ко всему, к тому, что можно оставаться месяцами без работы, можно оставаться месяцами в собственном жилье. и расскажу вам по поводу вакцин. Без смех и грех, на самом деле. Расскажу вам по поводу вакцин, как менялась ситуация за последние 2 года. Я была ее свидетелем. И, в общем-то, я думаю, что первыми, кого будут вакцинировать, это дети. Но об этом в следующем видео. На этом, дорогие зрители, с вами прощаюсь. Сейчас пойду отстаю свою очередь, куплю зеленого чайка и что-то мне еще надо, и поеду дальше по делам. Всем хорошего дня. Пока-пока.